Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Слагараева. И вот о чем расскажем сегодня. Смертельный рудник. Мы спали, громыхнуло и все, дом потрясен. О трагедии в Камско-Устинском районе унесшей жизни двоих человек в сюжете Сергея Хайдарова. Казань стоит. Очень давно стоим уже. Минут сорок, наверное, едем. Что стало причиной утренних массовых пробок, расскажет Алина Бережная. В зале холодно, на душе тепло. Не меряйте, что наш деколенин стал такой красивый. Деколенина после первого за полвека капремонта оценила Алина Зинатольевна. От фабричного обучения до СММ-школы. Еще год назад эти люди вообще мало что знали об этой массе или боялись об этом даже подумать. Чем выпускники образовательного бизнес-проекта могут помочь министрам, узнал Дмитрий Айренин. Гибель двух человек и уголовное дело на гипсовом руднике в Камском Устье. Сегодня утром прогремел взрыв. Его слышали даже жители деревень, находящихся за несколько километров от шахты. Погибли работники предприятия Фоника Гипс. Сегодня целый день на территории шахты работали представители прокуратуры и Следственного комитета. Подробности у Сергея Хайдарова. Мы спали, громыхнуло и все. От такого мощного хлопка этим утром проснули жители Камско-Устинского района. Некоторые из них даже подумали, что началось землетрясение. До Сюкеева сколько, Толик? Отсюда? Да. Ну, четыре километра. Ну, тоже ребята говорят, что трясло. Все произошло в пять утра и только спустя несколько часов жители узнали, что причиной всему стал взрыв на местном руднике. По нашей информации, взрыв произошел буквально в пяти метрах от выезда из шахты. Сейчас это место скрыто от нас за деревьями. Увидеть все своими глазами и попасть на территорию у нас сегодня просто не получилось, потому что средств массовой информации сюда не пускают. На заборе висит вот такой вот замок. Внутри работают представители Следственного комитета и прокуратуры. И комментировать ситуацию на месте они просто отказываются. Что именно случилось этим утром на гипсовом руднике, позже нам рассказал прокурор Камско-Устинского района. По предварительной версии, два сотрудника предприятия Фоника Гипс закладывали взрывчатое вещество Аманал. Уже когда возвращались обратно из шахты, остатки Аманала, которые каким-то образом оказались в машине, хотя быть их там не должно, сдетонировали. 25 килограммов взрывчатки буквально разорвали автомобиль на мелкие части. Тела не найдены, есть частицы тел. От взрыва автомобиля остались только куски. По факту взрыва на гипсовом руднике уже возбуждено уголовное дело по статье «Несоблюдение техники безопасности, повлекшая гибель людей». В настоящее время следствие полагает, что рабочие погрузили в автомобиль Тару, которая, как они полагали, была пустая, в которой ранее находился Аманал. При этом они не убедились в отсутствии взрывчатки. Когда автомобиль выехал за пределы гипсового рудника, произошла детонация. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действий должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве. Уголовное наказание по статье предполагает до 7 лет тюрьмы. Следствие продолжается. Сергей Хайдаров, Рамзель Гарипов, ТНВ, Камско-Устинский район. 12 пострадавших, в том числе четверо детей, в субботу в 3 утра на юго-западной трассе Республики Коми перевернулся и ушел в Кювет туристический автобус. Он ехал из Великого Устюга в Пермь и должен был проехать через Казань. Среди 49 пассажиров 15 татарстанцы. 55-летняя женщина из Челнов и 11-летний мальчик из Чистополя получили ушибы. Их не стали госпитализировать и отправили в республику другим автобусом. Сегодня Следственный комитет Коми начал проверку. Казань снова в красном весь день и минувшие сутки в столице не переставая шел снег. В итоге пробки 9 баллов утром и 10 вечером. Плотнее всего в центре. И хотя сегодня на уборку улиц вышли 500 единиц техники, но и в мэрии признают, что этого недостаточно. Подробнее о ситуации Алина Бережная. Уже полтора часа стою. Минимум полчаса, максимум два. Столько времени сегодня с утра потратили водители на дороге. Очень давно стоим уже. Сколько? Минут 40, наверное, едем. Центральная улица чистая, а основные нет. А некоторые автолюбители и вовсе пересели на общественный транспорт. Я сейчас не могу ездить на ней, потому что очень плохие дороги, не чистят, везде затор и аварии. Проспект Ямашево, центр столицы, дамбы Оренбургский тракт. Здесь с утра пробки растянулись на километры. Такой дорожный коллапс Казань в этом году уже видела. В начале декабря улицы города застыли в пробках, а тротуары превратились в одну сплошную кашу. Минувшие сутки в столице осадки шли не прекращаясь, и дорожные службы явно не справляются с объемом работы. Все подрядные организации в связи с тем, что не хватает количества техники на экстремальные снегопады, когда выпадает слишком большое количество снега, имеют договора с предприятиями. В основном это предприятия, которые поставляют подрядным организациям погрузочную технику, самосвалы для вывоза снега. Как еще объяснили в мэрии, утро вывели не всю технику, чтобы не создавать дополнительных заторов на дороге. Но почему и тротуары не почищены, а на дорожках гололед, нет песка или соли? Вот вопрос, который сегодня мучает пешеходов. Смотришь вечером, целый день снег шел. 8-9 вечера у нас вообще как будто в деревне. За уборку тротуаров отвечают дорожные рабочие, но их силы переоценили. Одна остановка прочистила, до перекрестка зубная поликлиника. Вот после обеда сюда эту остановку надо чистить. Не успеваешь? За минувшие сутки с улиц Казани вывезено более 4000 тонн снега. Снежная метель, сильный ветер будут в Казани и завтра. Как обещают в мэрии, дорожные службы перейдут на усиленный режим. Его эффективность оценят завтра жителям. Алина Бережная, Андресен Тальцев, ТНВ, Казань. Усилить антитеррористическую пропаганду призвал глав районов и городов республики Рустамениханов. О том, как противостоять терроризму, сегодня говорят руководителям на семинаре в Казани. Чтобы не допустить экстремистских проявлений, нужно быть на голову выше и работать на опережение. Ведь на вооружении у преступников сейчас самые современные методы. На этом не раз акцентировал внимание и Владимир Путин. Активная борьба с терроризмом – одна из стратегических задач, обозначенных президентом России. Татарстанских министров хотят научить навыкам СММ, то есть привлекать к себе внимание и добиваться популярности с помощью социальных сетей. С таким предложением на выпуск новой республиканской фабрики предпринимательства выступил Рустамениханов. Президента пригласили оценить, каких успехов добились выпускники этого года. Предложение начинающих бизнесменов увидел и Дмитрий Аринин. Таким получился антипреспирант начинающего казанского бизнесмена Айдара Галиудинова. Существующие средства мужчину не устраивали, и он решил на основе натуральных минералов сделать свой. Разработать состав помогли химики, а на фабрике предпринимательства научили, как затеи придать товарный вид. На фабрике нам помогли наметить планы работы, создание производства и также организовать продажи и, соответственно, упаковать, как нужно, свой продукт. Свои бизнес-начинания выпускники фабрики предпринимательства показали и Рустаму Мениханову. Особенно президента заинтересовала презентация Алисы Сайфиной из Альметьевска. Девушка основала СММ-школу, где учат, как стать популярным с помощью социальных сетей. Работаем по всему миру. Рустам Мениханов предложил взять в ученики и республиканских министров. Неплохо бы, если вы нам сделали мастер-класс для наших министров, чтобы они тоже умели работать в социальных сетях. Они вас пригласили. Вы будете нашими партнерами для агентства инвестиционного развития. Нам надо продвигать. У нас очень много проектов, планов. Всего в этом году фабричное обучение бизнесу охватило более 8 тысяч человек. 400 фабрикантов уже открыли свои производства. Еще год назад эти люди вообще мало что знали о предпринимации или боялись об этом даже подумать. Уникальность этого проекта, что действующие предприниматели смогли до них донести, что заниматься бизнесом в нашей республике можно и нужно. Так на путь бизнеса Татарстане наставляют с 2013 года. Рустам Мениханов предложил авторам этот проект расширять и больше задействовать жителей районов. А глав муниципалитетов призвал бороться за своих предпринимателей. Дмитрий Ирин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. 150 миллиардов рублей долгов по налогам в следующем году простит государство физлицам и индивидуальным предпринимателям. С такой инициативой выступил президент России Владимир Путин. Недоимки спишут по налогам на недвижимость, земельные участки, транспортные средства и страховые взносы. Облегчат это нововведение и налоговое бремя в Татарстане. 7 тысяч рабочих мест и за 10 лет появятся в республике. Дмитрий Медведев сегодня подписал постановление о создании территории опережающего развития. Чистополь, Нижнекамск и Зеленодольск. Получение статуса поможет моногородам привлечь 76 резидентов и 23 миллиарда рублей инвестиций. Так в Нижнекамске откроется производство по переработке и консервированию рыбы и морепродуктов. В Чистополе нефтегазовое предприятие, а в Зеленодольске будут выпускать запчасти для автомобилей и лекарства. Напомним, такая территория уже есть в Челнах. Эпохальное обновление. Сегодня Дворец культуры имени Ленина впервые открыл свои двери после ремонта. Это первый ремонт здания со времен постройки. Работы провели всего за год, за который успели обновить фасад, крышу, инженерные сети и внутренние залы. Как во Дворце культуры сплелись истории и современности. Почему главный зал пока холодный и пустой? Татарский народный хор снова в родных стенах. Коллектив старше самого ДК для нынешних участников Дворец 2-й дом. Рустам Мениханов, осматривая обновленное здание, не упустил возможность запечатлеть хор на видео, а его участники выразить благодарность. Можно было сравнить этот дворец только оперным театром. Она была так красива. Вот со временем, все ведь стареется. А вот сейчас все восстановили. Даже люстры по старым традициям, вот они красивы, они напоминают нам бывший дворец. В родные стены вернулись 2000 участников кружков, клубов и ансамблей, которым на время ремонта пришлось переехать в ближайшие школы. Сегодня открытие дворца отметили большой елкой для малышей. Этот дворец культуры, он очень настроен. Я призываю к тому, чтобы он был предоставлен для, прежде всего, для наших детей. Мне интересно все, я хочу танцевать, я хочу танцевать. Он стал гораздо лучше, раздевалка стала новая. Невероятно, не верится, что наш деколинин стал такой красивый. На капремонт почти 350 миллионов из бюджета республики. ДК успели полностью обновить, начав работу лишь 3 мая. Главной задачей было сохранить узнаваемый советский стиль. Даже роспись стен не меняли, а реставрировали. Зрительный зал почти на 800 мест. И первым делом Русам Мениханов идет к батареям. В огромном помещении ощутимо прохладно. Так как нет кресел, нет одежды, сцены, оборудования, нет занавесок, безусловно, там будет прохладно. Надеемся, после того, как будут установлены кресла, и придут люди на мероприятие, будет очень тепло и по температуре, и в душе. Кинозал на 200 мест пока тоже пустует. Когда появятся зрительские кресла, киноэкраны, оборудование еще неизвестно. Но ясно одно. Зал Доколенина станет для Казани первым муниципальным кинотеатром. Форма новая, теперь дело за содержанием. Уже сейчас видно, что современные достижения грамотно дополнили историческое наследие. К примеру, здание полностью оборудовано для людей с ограниченными возможностями. Лена Анатольевна Марас, Итгараев, ТНВ, Казань. Это новости на ТНВ. Далее в программе. Апробация инноваций. Животные прекрасно себя млекопитающие ведут. Все живы, здоровы. И заказчик сэкономил на протяжении четырех лет эксплуатации. Как предсказать поломки и на чем экономит зоопарк. А ноу-хау Елена Веселова. Продвигать интересы Татарстана на законодательном уровне и максимально включать республику в федеральные программы. Такие задачи поставил Рустам Аниханов перед представителями его региона. В кабинете министров сегодня прошла традиционная предновогодняя встреча с депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, представителями министерств и ведомств. Республика сейчас включена в 17 федеральных целевых и 26 государственных программ. Турции и Татарстану нужно укрепить межпарламентское сотрудничество. Об этом сказал Фарид Мухаммедшин на встрече с генконсулом Турецкой Республики. Встреча прошла по случаю завершения его дипломатической деятельности в республике. Турхан Дельмач поблагодарил руководство Татарстана за создание условий для комфортной работы, а председатель Госсовета выразил восхищение, как за столь короткое время, ведь генконсул проработал в Казани три года, ему удалось выучить татарский язык. Крупным нефтехимическим компаниям Татарстана нужно больше сотрудничать с малым и средним бизнесом. Такое поручение сегодня дал Рустам Аниханов на заседание Совета директоров Татнефтехиминвестхолдинга. Также здесь презентовали ряд инновационных разработок. Что из индустрии 4.0 предлагают внедрить в Татарстане, узнала Елена Веселова. Как вы сказали, Водсон должен поработать для татар. Так известная компания, что выпускает программное обеспечение, предлагает поставить систему, которая на предприятии может предсказывать поломки и даже давать советы в производстве. Наша задача с помощью этой системы собрать информацию, как работает опытный человек, который 20 с лишним лет отработал на предприятии. И посоветовать молодому оператору, что бы он мог сделать в том или ином случае. Еще одно ноу-хау, что хотят продавать в Татарстане, новые виды полиуретановых покрытий против коррозии и для гидроизоляции. Одним из показательных референсов является океанариум в городе Москва. Животные прекрасно себя млекопитающе ведут, все живы, здоровы. И заказчик сэкономил на протяжении 4 лет эксплуатации порядка 15 миллионов рублей. Качество – это хорошо, но еще есть вопрос цены. Иногда каждый год красить дешевле, чем на 25 лет один раз покрасить. В целом, говоря, чем должны заняться крупные нефтехимические компании, Рустам Миниханов призвал их больше сотрудничать с малым и средним бизнесом. Самый лучший бизнес – это бизнес на входе в какие-то поставки в какие-то компании. И, конечно, каждый передел дает добавленную стоимость, и это получается неплохой бизнес. Подытоживая отметили, что по взаимным поставкам сырья и продукции компании холдинга все планы на этот год выполнили. Елена Веселова, Дмитрий Аринин, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. 200 раз в этом году был нарушен экологический закон. Самые частые случаи – это несанкционированное складирование мусора, незаконные карьеры и загрязнение рек. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов республики. Теперь, благодаря новой программе, пострадавшие объекты разделят на 4 категории по степени загрязнения. Предприятия за первое нарушение будут получать предупреждение за второе штраф. Надзорная деятельность в министерстве осуществляется восьми территориальными управлениями с перечным территориальным управлением и подконтрольным районам. Информация есть на сайте министерства. Альметьевским электрическим сетям 60, коллектив филиала ОАО, сетевая компания, внес огромный вклад в социально-экономическое развитие региона. От первых подстанций в начале пути сегодня они дошли до десятков по всей республике. Какими стали сами энергетики с юбилейного торжества? Рамиль Шайдулин. Вот так подаваться из зала становятся заслуженными работниками. Лучшие из лучших получают правительственные награды, почетные звания предприятия и сетевой компании. Где есть единство, там есть жизнь. Где есть согласие, там есть сила. Конечно, сила в том, что есть коллектив. Есть ветераны, которые пришли, остались семьями, династиями. Династийный энергетик Владимир Калинин. Когда-то на релейную службу пошел вслед за матерью, да так и остался на 43 года. А следом пошли и дети. Оба сына работали в той же службе, в которой я начинал работать, в РЗА. Это у нас считается самая элитная служба в среде электрометра. С самых первых ступеней к вершине шел и энергетик Гамир Латипов. С годами возглавил коллектив. Сегодня за его плечами 19 лет руководства и звание «Заслуженный энергетик России». Это достойная профессия. Это уважаемая профессия. Мы же даем людям свет. Альметьевские электросети годами остаются флагманами нового и передового. Предприятие обслуживает 4 района Татарстана. Альметьевский, Сармановский, Муслюмовский и Ознакаевский. В зоне ответственности 52 подстанции и больше 6 тысяч километров линии электропередач. Связующим звеном между сетевой компанией и потребителями были и остаются пункты работы и центры обслуживания. Сегодня город интенсивно развивается. Ни одно абсолютное решение от задумки до реализации сегодня не обходится без участия альметьевских электрических сетей. Впереди новый рубеж. Ваш компания взялась бесперебойно обеспечивать энергией крупный промышленный регион. Юбиляры убеждены. Для достижения высоких показателей у них есть самое главное. Профессионализм людей и надежный технический потенциал. Рамиль Шайдулин, Фуат Гайсин, Альберт Шифигулин, ТНВ, Альметьевск. Пять дней остаются до Нового года, но в Казани уже начали праздновать. Накануне в столице отметили католическое Рождество. Торжеством предшествовал строгий пост и праздничный прием пищи в рождественский сочельник. В Рождество верующим разрешается приступать к трапезе только с появлением первой вечерней звезды. К этому времени в Казани сотни верующих уже собрались в католическом храме Наостровского. Здесь до самого утра они пели молитвы и читали псалмы. Новый год встречают и малыши. Главное предновогоднее действие сегодня собрало больше 7 тысяч юных татарстанцев. Отгремела республиканская елка 2017. В этот раз она чуть было не принесла с собой вечную зиму, но и это не напугало гостей. Откуда съехались эти храбрецы и удалось ли организаторам подарить им сказку? Рамиль Шайдулин. Зима пришла и похоже надолго. Спасти землю от вечного холода должны Дед Мороз и Снегурочка. Это представление прекрасно организовано для лучших наших детей, которые представляют всю нашу республику. Витя учащийся дома интерната. На елку в Татнефть-арену приезжает уже второй год подряд, поэтому рядом много знакомых лиц. Сегодня, да, мне очень понравилось. А маленькая Эмилия на елке в первый раз. Как оживает сцены и как борется добро со злом, тоже видит впервые. Мне понравился снег, Дед Мороз, Снегурочка и елочка. Дед Мороз, Снегурочка и герои вновь и вновь пронзают плоскую проехание, а в зал вновь набросает тот жар, тот холод. Именно на этом строится представление. Именно так оживает новогодняя сказка. Подготовка к шоу заняла полгода. По словам организаторов, впервые на сцену пустили и малышей. В роли древесных листьев выступили маленькие танцоры. Это самые маленькие, самые прекрасные исполнители Республики Татарстан, города Казани. Это ребятишки практически со всех коллективах хореографических, которые сегодня работают в Республике. Музыкальным гвоздем «Елки-2017» стал Алексей Воробьев. Любимец казанской публики набрал больше всего голосов при составлении концертной программы. Он привлез праздничный сын Евгений в этот праздник. Смотрите. Смотрите, пожалуйста. Сказочное шоу завершилось музыкальным перформансом. Увидели сказку сегодня отличники, победители фестивалей, спортсмены, активисты и дети с ограниченными возможностями. Рамиль Шайдулин, Ильшат Мухамедов, ТНВ, Казань. Пара на лед. В Казанском парке Черное озеро в эти минуты открывается каток. После реконструкции в самом центре города это не только облагороженная зона отдыха, но и насыщенная самыми разными развлечениями для детей и взрослых. В эти минуты в парке работает наш корреспондент Лина Зинатулина. Лина, как встречают казанцы новую новогоднюю площадку? Добрый вечер, Альбина. Новый каток действительно впечатляет. Лед площадью 6,5 тысяч квадратных метров в самом центре города. Здесь же, конечно, и прокат коньков. Это то, чего казанцы ждали много лет. Сегодня здесь настоящий праздник. Горят огни, играет музыка, выступают фигуристы, люди играют в игры. Мы уже пообщались с первыми гостями катка. Вот что они говорят. Это обозначение озера. Казани как раз очень важно, чтобы здесь был именно лед. Потому что так как озеро высохло, очень было здорово, что именно на его месте вот сейчас вот можно покататься. Мы, как спортсмены, очень рады, что в центре нашей столицы возобновляется сердце зимних видов спорта. Ребят, раз уж мы здесь сидим, я думаю, мы можем подарить девушке хорошие аплодисменты. В дополнение... Чего хотят жители, традиционно выясняют у них самих и учитывают перед каждым обновлением парков Татарстана. Развивать общественные пространства будут и впредь. Тем более, что миллиард рублей на это республике выделят федеральный центр. Рустам Мениханов на днях возглавил общественный совет федерального проекта «Городская среда». Ведь опыт Татарстана заметил и отметил президент страны. Меня очень порадовало, что жители республики так активно откликаются на то, что предлагается руководством республики. Если мы еще и сможем привлекать их, граждан, жителей соответствующих муниципальных образований, к совместной работе, делать их соучастниками этой совместной работы, то качество ее будет и эффективность этой работы будет многократно выше. Главным хедлайнером и, пожалуй, главным хедлайнером у нас все-таки является сегодня. Ну а в этом парке поработали точно на славу. Под Новый год, кроме катка, 12-метровая елка, Дед Мороз, выступления французского театра. К слову, казанцев ждут здесь и в сам праздник. В ночь с 31 на 1 на Черном озере масштабная программа «Новый год на конске», которая стартует за полчаса до боя курантов и продлится вплоть до 3 часов ночи. У меня все, Альбина. Спасибо, Лина. Это была Лина Зинатулина. Сейчас она работает в парке «Черное озеро», где сегодня открылся ледовый каток. А впереди нас ждет блок спортивных новостей. С триумфальной победой в Кубке России поздравил сегодня Рустам Мениханов волейболисток «Динамо-Казань». Они в четвертый раз завоевали этот трофей. Талантливые спортсменки, опытный тренерский состав, волейбольная федерация и общество «Динамо» «Все вы изо дня в день приближали эту победу», отметил в Телеграме президент Рустам Мениханов. Ну а как и добывали эту победу, расскажет Алмаз Гафиатов. Я же с вами прощаюсь. Увидимся в 21.30. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Казань вновь подтвердила статус волейбольной столицы. Вслед за мужской командой очередной трофей завоевали девушки из «Динамо». На домашней арене казанские волейболистки выиграли Кубок России. Уже четвертый в своей истории. Состав в межсезонье заметно обновился. Если многие боялись, что трудно будет найти замену Екатерине Гамовой, то сейчас уверены, что «Динамо» на всех позициях показывает лучший волейбол. В финальном поединке команда Решата Гелезюдинова без особого труда обыграла красноярский Енисей. Соперницы старались, боролись за каждую партию, однако остановить казанскую машину было уже нельзя. Долго праздновать победу не придется. Уже 28 декабря девушек ждет игра против московского «Динамо». Тоже, к слову, фаворит отечественного чемпионата. Все равно это титул, и всегда приятно получать этот титул. Мы к нему шли, мы готовились, и мы его взяли. Продолжаем тему. Мужской клуб «Зенит-Казань» в Москве также во второй раз в сезоне обыграл «Динамо». Игра, прошедшая в одноименном дворце спорта, завершилась победой гостей в четырех партиях. Несмотря на уверенный счет, матч золотого и серебряного призеров прошлого чемпионата страны получился напряженным. В кочной встрече в чемпионате России команды подошли в противоположном настроении. «Зенит» выиграл клубный чемпионат мира, возглавляя турнирную таблицу. И без потерь идет в Лиге чемпионов. Москвичи же в этом турнире на неделе потерпели очень болезненное поражение. В матче с французским «Шамоном» подопечные Бориса Колчина уступили в пяти партиях. Проиграли «Динамовцы» и сейчас итоговый счет 1-3. И в завершении к новостям шахмат в школе имени Рашида Нажмединова состоялся традиционный блиц-турнир на призы ФСО «Спартак». В соревнованиях, прошедших по швейцарской системе, в 11 туров приняло участие 78 шахматиста. Помимо Казани, команды представляли Высокую Гору, Зеленодольск, Кукмар, Набережные Челны, а также Республику Мариэл. Победу в турнире одержал международный мастер Азат Шерафиев, набравший 9 очков из 11. Отстав на полочка серебряным призером соревнований стал международный гроссмейстер Рамиль Хасангатин. Третье место занял мастер Фиде Илья Токурев. Среди женщин лучшей стала Ольга Белова. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Быстро и качественно. Изготовим кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни, доставка, установка бесплатна. Только в декабре назовите пароль «Д» мебель и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. Данил Мастер. Настало время низких цен. Казань, Восстание, 23. Телефон 2-167-166. Ну что же, а теперь о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет облачно. Ожидается небольшой снег и до 7 градусов мороза. На северо-востоке местами снег и около 8 градусов ниже нуля. На севере республики ожидается небольшой снег. Температура воздуха там составит до 7 градусов мороза. На северо-западе тоже не обойдется без снега. Там температура воздуха составит минус 8 градусов. На юго-западе пасмурно-снежно и до 7 градусов ниже нуля. В Центральном районе Республики ожидается снег, температура воздуха составит минус 7 градусов. В последующие сутки ожидается значительное повышение температур. Внимание, в Казани открылся второй автоцентр «Газ Луидор». Успейте купить автомобиль «Газ» по старой цене. Адрес Казани «Гашика-7», телефон 202-38-88. «Газ Луидор» открыл новый автосалон. Успейте купить на выгодных условиях 0% первоначальный взнос. Ваш газ на «Гашика» у нас. Автоцентр «Газ Луидор» Казань. Улица «Гашика-7», Сибирский тракт 59, 202-38-88. Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще. Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки «Кукмара» станет желанным подарком в любом доме. Вместе с «Кукмарой» вы подарите себе и своим близким незабываемый вкус и аромат праздничных блюд. Встречайте Новый год с «Кукмарой». Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антипригарным и декоративным покрытием. Товары для туризма, отдыха, формы для хлеба. В предстоящие сутки в Казани ожидается снег и до 8 градусов мороза. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба. Влажность воздуха 83%. Магнитное поле земли спокойное. Строительно-монтажное управление «12» поздравляет новоселов ЖК «Приволжский» с наступающим Новым Годом. Счастья вам и семейного благополучия. Торопитесь и вы стать обладателем квартиры в доме на берегу Волги. В Новый Год в новой квартире. Мир вашему дому желает всем жителям Татарстана строительно-монтажное управление «12». Поздравляет с Новым Годом и приглашает присоединиться к счастливым новоселам ЖК «Приволжский». В Новый Год в новой квартире. ЖК «Приволжский» Р伽 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...